Егор, ну, оформили, собственно, чемпионство, о котором так много говорили. Нам его как будто бы отдавали уже давно, но первый тайм показал, что нужно заслужить. Да, сто процентов. Соглашусь, очень тяжелая игра, что физически, что эмоционально. Первый тайм, конечно, будем откровенно, был одним из худших вообще в нашем исполнении. Но надо отдать должное, и Гомель играл здорово в первом тайме. Конечно, вот этот гол еще на первой минуте нас немножко, скажем так, обескуражил. Но хочу сказать, что мы во втором тайме доказали, что мы по праву завивали эти золотые медали. Потому что там только такая команда с характером, когда ничего не получается, ножил, может вытаскивать игры. То, что мы, в принципе, сегодня и показали. Вот эта стычка в конце первого тайма, она, как показалось, добавила эмоций, нет? Ну, оно в какой-то степени, да, нас разозлило, потому что мы в первом тайме играли, как школьники. Нас возили рылом, это объективно. Но вот эта стычка, да, мы завелись в раздевалке, серьезно поговорили. На второй тайм вышли уже совсем по-другому. Егор, твой гол, первый гол. Ну, что, шедевр? Да, абсолютный шедевр. Ну, как говорится, раз в год и палка стреляет, но очень хорошо, он оказался очень кстати. Мы сравняли счет, появились силы, эмоции. В принципе, и забили второй, но видите, как бывает в футболе. Уже где-то подсознательно мы уже думали, что все, сейчас главное удержать. За это нас и наказали, 2-2. Но и футбол на этом не закончился. И удалось забить третий, и вырвать эту победу. И сейчас, скажем так, можно уже подумать о отпуске.